I see genius, you go crazy! комплектацию более подробно. ЦАП, инструкция по использованию, гарантийная карточка, ну и USB-C кабель. Этот ЦАП очень компактный, он был выполнен из металла с акриловой лицевой панелью и весит он всего лишь 200 грамм и выглядит как по мне он действительно очень хорошо. Я думаю что он без проблем впишется абсолютно в любой сетап. Ну и смотрите здесь у него располагаются четыре прорезиненные ножки для более надежной фиксации на поверхности, а здесь у него имеется наклейка Hi-Res Audio, которая сразу дает нам понять что устройство перед нами действительно серьезное. А вот здесь уже на лицевой панели с подсветкой мы видим логотип компании и легким касанием здесь можем выбрать вход, а также включить и выключить этот ЦАП при удержании. Так что никаких тут кнопок и все что вам нужно это по сути вот так вот легонько коснуться и все срабатывает буквально моментально. Но здесь сзади у него располагается RCA выход, коаксиальный вход, оптический вход, USB, а также есть разъем для питания. В общем есть буквально все что надо. Ну а сейчас я думаю самое время ответить на главный вопрос чем же вообще выделяется этот ЦАП и за счет чего он так интересно смотрится в этом небольшом бюджете. И в первую очередь конечно стоит отметить использование новейшего ЦАПа Rohan BD34352 EKB, который обеспечивает очень высокий уровень детализации и частоты звучания соотношением сигнал-шум до 126 дБ. При этом SMSL D1 изначально был ориентирован не только на аудиофилов, но и на геймеров. Так что друзья, его определенно стоит всем взять на заметку. И кстати очень радует, что этот ЦАП не требует установки каких-либо драйверов и работает сразу из коробки без каких-либо проблем. Практически с любой системой. Windows 7, 8, 10, 11, macOS и даже Linux, что делает его максимально универсальным решением для повседневного использования. Да и по остальной технической части здесь тоже все более чем достойно. Выходной уровень у него фиксированный и составляет 2 VRMS, а по USB поддерживается воспроизведение PCM вплоть до 768 кГц с битностью 32 и DSD 512 конечно тоже поддерживается. Ну а по оптике и коаксиалу PCM будет уже ограничен 192 кГц с разрядностью 16 либо 24 бита, что для такого формата ребята это более чем достаточно. Ну а теперь давайте уже поговорим про звучание этого ЦАПа, потому что именно здесь SMSL D1 смог меня удивить буквально с первого включения. И для его тщательного тестирования я даже специально одолжил у своего друга акустику KFQ150 и использовал усилитель мощности Cambridge Audio. И вот честно друзья, когда я только начал слушать, я вообще не ожидал на что способен вот этот малыш. Звук получился очень живой, естественный, умеренно техничный и местами даже с легким аналоговым теплом, но при этом без какой-либо мутности или размазанности. Все гладко, аккуратно и очень музыкально. Да так, что оторваться от музыки было ну просто невозможно. Я не шучу друзья, я реально залип. Я просто взял и в первый день сразу переслушал кучу знакомых мне треков. И один жанр буквально сменял другой. Неважно там днем или вечером или просто уже под настроение. И в итоге, как вы понимаете, это все растянулось вот так вот на несколько недель. И пока я просто слушал музыку, я ловил себя на мысли, что мне вообще не хочется сейчас никуда спешить с выводами. И только потом, уже с более холодной головой, я понял, что этот ЦАП оставил у меня очень приятные и главное крайне стабильные впечатления. Ведь он звучит уверенно, взросло и просто до безумия приятно. Ну да, сразу скажу, что из-за того, что у него нету регулировки громкости, то напрямую подключить активную акустику к нему конечно же не получится. Хотя лично мне очень бы хотелось. Но для пассивной акустики друзья, в связке с хорошим усилителем, это ребята ну просто кайф. Причем вполне логично даже будет рассмотреть какой-нибудь усилитель мощности от SMSL, либо же усилитель для наушников от этой же компании. И связка, я уверен, точно получится очень гармоничной. Причем я даже ради интереса подключал его к своему ламповому усилителю для наушников. И был реально доволен тем, что я услышал. Но вот с акустикой это было ну вообще что-то нереальное. И это несмотря на то, что я уже был очень хорошо знаком с акустикой KevQ150. И уже слушал ее до этого с разными цапами. И на АКМ, и на ESS, и даже на Цирусе. Но с этим цапом они зазвучали прям совершенно иначе. Более мягко, более музыкально и местами даже интереснее, чем я вообще ожидал. Особенно меня впечатлило, как распахнулась звуковая сцена. Словно у нее не было никаких ограничений. Да и к тому же низкие частоты были очень текстурные, пончевые, глубокие и упругие. А средние, натуральные и естественные, и без какого-либо утомления. Хотя тут безусловно дело было уже в хорошей акустике. И как вы понимаете, для меня это был реально какой-то новый опыт прослушивания. И именно за это SMSL D1 мне так, ребята, запомнился. В общем от себя я точно могу абсолютно смело вам рекомендовать этот цап к покупке. Потому что за свою цену он предлагает очень взрослое, живое и музыкальное звучание, без каких-либо компромиссов. Это тот случай, когда цап просто берет и честно делает свою работу, выкладываясь на максимум и каждый раз приносит вам настоящее удовольствие от прослушивания. И именно поэтому после него остается настолько приятное и цельное впечатление, что просто хочется включать музыку и наконец-то наслаждаться. Ну а ссылка на покупку этого цапа находится в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч в новых обзорах.